Всем привет! Сегодня мы будем коптить вот такую замечательную скумбрию. Скумбрию я предварительно засолил. Солить можно двумя способами. Либо в рассоле, либо сухим посолом. Морская рыба солится где-то сутки, но сухим посолом дольше. Если в рассоле, то сутки. Сухим посолом я солил трое суток, потом пару часов вымочил в холодной воде пресной. В принципе, вы можете пойти в магазин и просто купить самую вкусную, просто соленую рыбку. Вот лучше всего скумбрию, которая вам понравится. Тогда вам не нужно будет солить, и этот этап можно пропустить. Коптить я буду вот в такой замечательной коптилке аромат производства Уральский завод бытовых изделий. Рыбку я буду подвешивать, поэтому вот эти подоны мне не нужны. И я их просто-напросто убираю. Изначально я собирался коптить эту рыбу вот так, прямо целиком, вместе с головой. Но рыбка длинная, видите, и она у нас здесь не помещается, поэтому сейчас я обрежу головы. Привязываем нашу рыбу при помощи специальной кулинарной нити. Обращаю внимание, что нить должна быть обязательно кулинарная, пищевая. Она натуральная, она не плавится и не выделяет никаких вредных токсических веществ. Можно использовать либо вот такую нить, либо вот такой вот джутовый шпагат. Можно даже использовать специальную вот такую сеть для копчения. Берём и насыпаем нашу коптилку 2 столовых ложки щепы. В данном случае я использую вот такую яблочную щепу. Ну и теперь, как обычно, устанавливаем на плиту. Специально не стал закрывать крышкой и укладывать, чтобы вам показать, как загорается щепа. Но вот это буквально через 30 секунд, видите, щепа уже у нас загорается и идёт дым. Всё сейчас накрываю, иначе будет всё в дыму. А вот так вот, когда у меня трубочка выведена в корточку, корточка закрыта, запаха нет. Ну и ещё включил вытяжку, потому что сейчас вам показывал, как зажигается щепа. Огонь делаю сначала сильный, но когда щепа загорается, то сразу вставлю на минимальный. Ну вот такая красивая рыбка у нас получилась. Рыба получилась, это горячее укопчение. Чтобы делать холодное укопчение, то буквально одна минутка на огне, чтобы щепа затлела, и всё, и надо выключать. Так как я держал 7 минут, потом на слабом огне, то получилась рыба горячее укопчение. Четыре часа она простояла в коптилке, ну видите, цвет такой красивый, именно прокопчённый. И теперь нужно оставить её на ночь в холодильнике. Но я хочу запаять её в вакуумный пакет, для того, чтобы в холодильнике не пахло. Рыба у нас жирная, если просто её ложить, вот эта кромка у нас испачкается, и потом будет плохо запаиваться. Ну, по опыту я знаю, что просто достаточно будет протереть салфеткой бумажной, и потом одно и то же место запаять буквально два раза, и будет нормально. Но я делаю ещё немного иначе. То есть место для пайки я сразу подворачиваю, для того, чтобы оно оставалось у нас по возможности чистым. Вот, видите, и место для пайки у нас осталось чистым, поэтому нужно запаяться будет с первого раза очень даже хорошо. Давайте запаяем. Вообще отличная штука в хозяйстве. Должна быть, по-моему, в каждой семье, где любят готовить. Проверим качество запайки. Отличная. Просто великолепно получилось. И теперь можно спокойно вложить в холодильник. Уже у нас в холодильнике ничего пахнуть не будет. И вот в таком виде её можно сохранить очень даже долго. Итак, наша рыба постояла в холодильнике. Прошли почти сутки уже. Давайте откроем и посмотрим, что у нас получилось. Естественно, попробуем. Вот, как я и сказал, рыба получилась горячего копчения. Холодного копчения, ну, ближе к холодному, будем делать в следующий раз. Обязательно покажу, как это делается в этой коптильне. А сейчас давайте попробуем вот такую скумбрию. Вот такой вот кусочек, поближе. Ммм, аромат, конечно, аромат сказочный. Очень вкусно пахнет. Прокоптилось просто великолепно. Просто замечательно. Смотрите, как на цвет прям переливается. Класс. Ну, это вкусно. Получилось очень вкусное. Ну, и теперь дадим попробовать нашему главному дегустатору. Анюта у нас не сильно разговорчивая. Ну, ей понравилось. Будем ещё так делать? Да. Ну, в принципе, всё. На этом всем пока. Ссылочка на эту замечательную коптильню внизу под видео. Выходите, смотрите. Коптильня классная. Я буду в ней готовить. Будет много рецептов для этой коптильни. Уже снято про сало. Будет в следующем видео, наверное. Так что коптильню рекомендую. Ссылка в описании. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока.